Здарова всем, ребята! Кентуха на проводе! А что, если я вам скажу, что добавление осталось меньше одного месяца? Обновление будет уже вот-вот скоро, а трейлер будет прямо на днях! Прямо сегодня я вам расскажу всё про новое обновление 0.23.0 Поэтому, ребята, если вы ждёте обновление прямо в эту секунду, прожмите лайк, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну а мы приступаем к видео! Дорогонечки, ты моя! Аркану, ты хочешь? Конечно же хочешь! Значит, смотри всё видео без перемоток, начало до конца. Я в своём видео запретил буковки, ты эти буковки соединяешь и получаешь настоящий рабочий промик на Аркану! Если, братик, что-то неправильно, значит, скорее всего, ты невнимательно смотрел видео, ещё раз пересмотри. Ну что же, а мы приступаем к видосу! Я не просто так тут нахожусь, я хочу вас очень сильно обрадовать, потому что, ребята, весеннее обновление, которое делают разработчики каждый год, оно самое глобальное. Вы просто вспомните, что было в прошлом году. Поехали! Новая карта Зона 5! Это прям нереально круто! Дальше кастомное лобби, да это же просто шедевр! При помощи этого кастомного лобби, сколько было следов разных троллингов, как же это круто, граффити! Да, наверное, каждый раз, наверное, кто-то играет в ММ, вы можете увидеть граффити! Блин, разработчики, я вас просто обожаю! Да, после этого Голдпасс добавили, после этого добавили новую коллекцию Шарп, после этого добавили новый Кейсик, после этого добавили новое Колесо Фортуны, и это всё всего лишь в одном обновлении! Да, это же просто шедевр! Чтобы вы понимали, насколько это глобальное событие, в прошлом году даже Маргин Штерн лично поздравил разработчиков с их юбилеем. Это же просто что-то с чем-то! Это разнос башки! Вы, наверное, сейчас подумаете, что я сумасшедший, но и это не всё, потому что в прошлом году разработчики удалили Райвл Кейсики! Прикиньте, то есть их просто-напросто не было! Поэтому, ребята, не тяжело догадаться, что, скорее всего, исходя из логики, разработчики в этом году удалят Фейвл Кейсики, и потом эти Фейвл Кейсики будут на рынке! Как это было с Отжин коллекцией, как это было с Фурия с коллекцией, и как это было с Райвл коллекцией! Поэтому, ребята, не знаю, как вы, но мой вам совет, закупайте Фейвл Кейсики! Если у вас нет денег, закупайте хотя бы просто Фейвл коллекции, потому что, когда она выйдет на рынок, вы станете сказочно богатыми! Чтобы вы, ребята, понимали, в прошлом году я себе купил на 60 тысяч голдишки Райвл Кейсиков, и сейчас уже эти Райвл Кейски стоят 347 голды! То есть я уже миллионер, потому что я заработал в 200к, получается, на ровном месте! Теперь вам всем интересно знать, когда же выйдет то самое глобальное одновление! Ребята, я вам скажу так, в начале мы все вместе с вами ждем трейлер! Просто взгляните, это прошлогодний трейлер! Как же это было круто! Сколько же в нем запрятано разных пасхалочек! Пасхалка новый режим, пасхалка новую карту, пасхалка новой скины, пасхалка на голдпасик! Блин, ребята, просто взгляните, это пасхалка и отсылка к тому, что это будет Дуэль Снайперов! Это отсылка к тому, что удалят Райвл Кейсик! Блин, ребята, это был просто разнос башки! Я сейчас смотрю на этот трейлер, мне аж плохо становится! О, это та самая легендарная АВМ-стигер! Вау! Какая же она крутая! Блин, если честно, в игре она гораздо хуже, чем на трейлере! Поэтому, ребята, мораль такова! Вначале мы вместе с вами ждем трейлер! После этого мы ждем акцию! Да-да-да, если вы забыли, то 10 апреля была акция! Ну, а потом же мы, ребята, ждем самообновление! Ну, и, конечно же, вам всем интересно, а когда же выйдет самообновление? Я вам скажу так! Юбилей у разработчиков 17 апреля! Запомнили? Запомнили, да? Мысленно запомнили! Но разработчики никогда вовремя ничего не упускают! Поэтому, ребята, обновление может выйти с 17 числа вплоть до 30-го! То есть, там, в течение двух недель! Но я очень сильно надеюсь, что хотя бы в этом году разработчики выпустят обнову вовремя! Также многие из вас не понимают, а когда же выйдет новый сезон? Ребята, не путайте! Если новый сезон, то новый сезон выходит когда? Он выходит только летом! Поэтому нового сезона не будет! Но, тем не менее, самое крутое обновление, я еще раз повторюсь, выходит именно весной! Поэтому очень сильно держим кулачки! Ну, а прямо сейчас я вам покажу самую лучшую реализацию нового весеннего обновления! Давайте смотреть! Ну, что же, давайте смотреть! Первое, что я вижу, это измененный интерфейс! Поменялся ли он сильно? Нет, ребята, но немножечко изменился! И я вам скажу честно, да, мне нравится! Блин, прикольно, прикольно, прикольно! Опа-па! А это что такое? Ааа, изменили выбор режима! Вау, вот это крутяк! Плюс, ребята, посмотрите, самое интересное! Потому что вы можете выбрать свой режим! Ааа, пользовательский режим, это имеется в виду кастомное лобби! Ё-моё! Добавили фильтр на кастомное лобби, я понял! Также немножко изменили сам кастомный лобби! Посмотрите, очень прикольно, очень интересно! Добавили новую карту под названием Old Stone! Хо-хо-хо-хо! Уважаемые разработчики, я понимаю, что это всего лишь концепт! Ну, если можно! Добавьте, пожалуйста, карту Old Stone! Я бы не играл бы только так, налево-направо раздавал бы, поэтому, пожалуйста, добавьте пыжи по-братски! Блин, ребята, как же это классно! Также добавили новый режим! Посмотрите, это необычный командный бой! Вау, вот это прикольно! Ничего себе! Также тут есть новая пушечка! Блин, как же Слинстоун изменили! Что с ним произошло? Да это же, это не мобильная игра! Это игра на какие-то компьютеры! На ваши компьютеры! Вау, вот это графон, ребята! Я скажу честно, поиграть на такой карте было бы очень прикольно! Но такую карту на постоянной основе добавлять нельзя! Потому что потеряется-то сама стилистика стенд-оффа! Это уже не стенд-офф, это уже какой-то Warface! Я не знаю, что это такое! Блин, не-не-не-не! Или надо все карты изменять в эту стилистику! Или тогда эту карту просто добавить на время и потом убрать! Карта очень прикольная, карта очень красивая, но не на постоянной основе! Что? Дверь открыта! Чего? Еще один дополнительный проход? На плент-а? Вау! Вы часто меня спрашиваете, кентуха, откуда у тебя такой крутой инвентарь? Ответ крайне прост! Это Буллдроп! Если хотите очень неплохо подняться, если хотите выпить топовый дроп, если хотите получить халявные ножи, это Буллдроп! Если хочешь получить халявную галдишку, то тоже залетай на Буллдропчик, потому что мы вместе с Буллдропом по промику, которые находятся в комментариях, дарим тебе халявную галдишку! Просто ввел и забрал! Изи! Ну а прямо сейчас мы, ребята, перейдем в инвентарь! А вот тут-то будет самое интересное, что... Так, мне не показалось! Да блин, ребята, это гораздо удобнее, чем то, что находится сейчас! Ну и согласитесь, гораздо удобнее, если тебе надо ножички, ты просто нажимаешь на ножичек! Чем нажимаешь в фильтр, потом ножи, а потом убираешь на какой-то киномбит! Блин, это что за стой? Добавьте такой фильтр, я его хочу! Ребят, кто с вами согласен, прожмите плюсик чат прямо сейчас! Но знаете, что самое интересное? Самое интересное, вы его даже не видели, это вот тут сниз находится, это АКР-28! Это скин из Немл из коллекции, но я не против, я не против, как же это классно! Давайте посмотрим, как работает фильтра! То есть ты нажимаешь на ножичек, тут есть два твоих ножичка! Ну а прямо сейчас мы посмотрим на нереально полезную вещь! Знаете, что это такое? Это поиск скинов на рынке по ID! Это было бы нереально круто! То есть вы, например, хотите помочь кинту, да? То есть мне! Я вам говорю, мой ID! Вы вводите от мой ID, например, и увидите все мои скины на рынке! Если вы хотите, вы можете купить какое-то из этих скинов! Блин, как же это было бы удобно, я даже не представляю! Ну а прямо сейчас давайте посмотрим на ссылку приглашения! Что же это такое? Это то, что вы получаете на халяву серебро и боксик, да? И даже кейсик просто за то, что вы приглашаете ваших друзей! В итоге все плюсы, смотрите! Вы плюсы, потому что вы получаете кейсик на халяву! Ваши друзья плюсы, потому что они играют в крутую игру! Разработчики в плюсы, потому что чем больше людей, тем больше они зарабатывают! Как же это круто! Так же есть раздел киберспорт! Да, я не особый знаток киберспорта! Но если бы прям в стенд-оффе нажимаешь на новости! Потом выбираешь киберспорт! И ты можешь посмотреть там все события, все новости, все видосы! Я бы смотрел бы! Ну согласитесь, это было бы очень сильно удобно! Даже можно делать ставочки! Это что? Ааа, то есть, например, если играет клан фермера! И клан скилла! Я могу сделать ставочку, чтобы, например, клан скилла выиграет! И на этом очень-таки неплохо заработать! Нет, ребят, ну мне кажется, для стенд-оффа это перебор! Ну реально, ну это же детская игра! Вы че, вы че в сосну въехали? Нет, такое добавлять точно нельзя! Ха-ха-ха! Также есть темная тема в меню! То есть, как мы ее применили, сразу в меню стало темнее! Потому что я-то знаю, что вы сказали мамке, что вы пошли спать! На самом деле, накинули одеяло наверх и играете в стенд-оффчик наш самый любимый! Поэтому, ребята, темная тема была бы очень даже кстати! Прямо сейчас мы, ребята, посмотрим на такую вещь, как репутация! Вы скажете, а что такое репутация? Это, например, вы играете с Уасей Пупкиным в стенд-офф! Вы обозвали его, пишете, ах ты, падали пехать! И он на тебя пожаловался! И в итоге, у тебя маленькая репутация, и с тобой больше никто не хочет никогда играть в стенд-офф! Ну а если ты, например, хороший тип, если ты, например, всегда помажешься им тиммейтом, то у тебя, наоборот, будет очень хорошая репутация! Ну а сейчас будет просто лютая дичь, потому что ты и сам можешь выбрать, с кем ты будешь играть! То есть, если ты хочешь на расслабоне, на чиле, ну так, на легкие, поставь все маслины, выбираешь начинающий! Если хочешь немножко попотеть, нажимаешь опытный! Ну и если ты прям хочешь поиграть против киберспортсмена, выбираешь профессионал! И, грубо говоря, против тебя попадаются противники этого же уровня! Я считаю, это было бы очень полезно, и я бы лично любил бы поиграть! Ну что же, ребята, в принципе, это все! Обязательно прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любые хорошие комментарии! С вами был ваш Кентуха, который очень сильно ждет мой оленей! Если вы ждете обнову, то тоже, ребят, прожмите лайк, подписывайтесь на мой ютубчик, на мой телеграмчик, на мой инстаграмчик! Все, мужики, всегда гонял-приподнял, всем удачки, всем пока!